Большие проблемы элитного района. Жители коттеджного городка на Юго-Востоке объявили войну своим застройщикам. Владельцы особняков уже несколько лет борются с фекальными водами в цокольных этажах. Все потому, что застройщики неправильно провели канализацию. Это подтвердила и независимая экспертиза. Однако устранять собственные недостатки строительная компания не собирается. Теперь владельцы элитных таунхаусов будут судиться со строительной компанией. Мы больше полгода уже не пользуемся, потому что нет смысла пользоваться душ-кабином, сауном. Поэтому, если хотите, давайте вам покажу. Все это стоит, потому что это невозможно. Мы уже просто устали. Вот уже 4 года Венера Пиксаева жалеет, что купилась на рекламу жилья в коттеджном городке на Юго-Востоке. С момента новоселья ее семья то и дело борется с сыростью и фекальными водами на цокольном этаже. Буквально с подручными средствами брали, вычерпывали, набирали эту воду в ведра и выносили. Просто на территорию выливали и все, потому что невозможно было. Канализационная вода – это же и антисанитария, и запах, это постоянно и хлорка. У нас дети, взрослые люди, поэтому мы уже просто устали бороться. Все дело в том, что с самого начала строительная компания «Стройкаскомплекс» с грубейшими нарушениями проложила канализационные сети, рассказывают жители элитного района. Это подтвердила и независимая экспертиза. Оказывается, у нас в двух местах контруклон в трубах. Трубы проложены без пластиковых труб, без песка, который должно быть. Просто ГОПРО. Она в нескольких местах уже открывали, уже меняли. Вот затоп кругом, вот это, где водоснабжающие колодцы заполняются канализационной водой. Потом, естественно, канализационные все колодцы заполняются, и все потом топятся цокольные этажи. Самостоятельно решить проблемы с застройщиками у людей не получилось. Компания предложила жильцам устранить проблему за свой счет. Владельцы элитных квадратных метров вынуждены были обратиться за помощью в общество по защите прав потребителей. И даже подали на недобросовестных продавцов в суд. В настоящее время общественным мнением по защите прав потребительных гарант составлено исковое заявление. И в интересах этих жильцов, пострадавших от затопления, подано исковое заявление. Судом принято производство, и в ближайшее время состоится слушание по данному делу. Балсулу Турдалиева вспоминает, когда покупала дом, застройщики пообещали, здесь будет настоящая рублевка. Однако Карагандинка уже и не рада тому, что вложила внушительную сумму в подтопленную недвижимость. Не увидели жильцы и обещанных зеленых насаждений, освещения и брусчатки. Но больше всего женщину волнует отношение властей к ситуации. Ведь приемочная комиссия почему-то грубых нарушений в строительстве не зафиксировала. Как принимали наши городские власти, вот это строительство, нам непонятно, куда они смотрели. Кто принимал? Кто принимал? Часть принимал, отдел архитектуры, строительства, потом какой отдел еще? Пожарный. Пожарный. Сейчас это честно относится. Вот у них все подписи есть, у нас смотрим. Акт приемки, все подписи есть. Как принимали? Значит, нарушение закона не пошли, зато теперь жители страдают. Понесет ли ответственность стройка с комплект и за чей счет будут устранять недостатки, пока неизвестно. Судебные тяжбы жильцов с застройщиками еще впереди. Ирина Камышова, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.